Это большие медведицы, мне кажется. Так, а где здесь вы сыты? Подвижная карта звёздного неба над Пензой. Один из популярных экспонатов планетария. Он перешёл из тестового режима работы на регулярный. Как только стало известно о том, что научно-просветительское учреждение распахнуло свои двери, пензенцы решили почувствовать себя частью большой Вселенной. В праздничные дни мы проводим по четыре сеанса в день. Первые два сеанса в 10 и в 13 часов проходят новогодние ёлки для наших юных посетителей. И в вечерние сеансы в 16 и в 18 часов у нас проходит полнокупольная программа и осмотр экспозиции. После реконструкции пензенский планетарий стал одним из самых современных в стране. Его сердцем является звёздный зал, где при помощи специального оборудования оптико-механического проектора на куполе площадью 300 квадратных метров Посетители могут рассмотреть тысячи небесных светил, узнать интересные факты о галактике, учёных-астрономах и явлениях. У болгар это был путь грешников, у турок дорога в Мекку, у китайцев звёздная река. Парящий в воздухе макет земного шара тоже новинка в планетарии. Татьяна Фадеева, администратор зала, говорит, что посетители так и тянут прикоснуться к нашей планете. Земля крутится за счёт электромагнитного поля. Здесь положительно. У них одноимённые заряды, поэтому земля парит в электромагнитном поле. Если мы поднесём на эту руку, ничего не будет. Но дотрагиваться нельзя. Может сосис двинуться. Всё это далеко, всё это, так сказать, неосезаемо. Ну, волшебно. Поэтому интересно. Всем интересно, как устроен мир вообще. Вот про эту единственную в мире латунную копию глобуса Улукбека Ярослав Савосин слышал ещё в детстве от бабушки, которая в середине прошлого века была заместителем директора парка имени Белинского. Она же отчасти и заразила внука звёздной болезнью. И теперь молодой человек, как и многие мальчишки, мечтавшие стать космонавтом, рассказывает посетителям планетария о том, что происходит за пределами земной атмосферы. И московский планетарий не прошёл даром, и книг у меня много. То есть и литература, и, следовательно, московский планетарий. Но астрономия вообще, как космическая наука, она сама по себе очень интересна. А планетарий даёт возможность стать ближе к звёздам.